Честно, я отдал два раунда из пяти Магомеду Исмаилову. При этом первый раунд я посчитал как 10-8 в его пользу. Поэтому считаю абсолютно справедливым решение тогда отдать им ничью. Итак, появляется на наших экранах Магомед Исмаилов. 35 лет, 1986 года рождения, 175 сантиметров его рост, 17 побед, 8 нокаутов, 4 с обменьшенными, 5 решения. Два поражения. Одно с обмешенным от Анатолия Токова, второе решение. И одна ничья. Прозвище «Лысый хищник». Родился он в Нижнем Тагиле, Свердловской области. В возрасте 7 лет вместе с семьей переехал в Махачкалу, где с 12 лет серьезно занимался вольной борьбой. Затем переехал в Москву и продолжил тренироваться в трудовых резервах. В вольной борьбе является мастером спорта, становился бронзовым призером чемпионата Дагестана и победителем первенства Москвы. Во время службы в железнодорожных войсках Российской Федерации освоил технику армейского рукопашного боя, а после армии стал заниматься боевым самбо под руководством Владимира Атаровича Оси в московском клубе «Голден Тим». В 2011 году стал чемпионом России по боевому самбо, а в 2012 выиграл чемпионат. Добро пожаловать в красный угол хозяин чемпионского трона «АМС Фальтальц» из Ульяновска Владимир Минеев, немного иного мнения. «Яблоко просто негде упасть на ред-арене в Сочи. Смотрите, сколько людей, все стоя, уже стоя Может быть и многие из вас тоже сейчас стоят перед экранами телевизора Владимир Минеев начинает свой выход 31 год этому бойцу из Мордовии Детство он провел в Ульяновске Он многократный чемпион мира и Европы по фикбоксингу Завоевал огромное количество титулов по разным версиям этого вида спорта Закончив побуду на Московской государственной университете прибора природообустройства И Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева А вот и он Владимир Минеев, собственной персоной С 2014 года выступает как боец смешанного стиля Провел 17 поединков, первые 8 выиграл, 5 нокаутов в первом раунде и 2 с душающими приемами А в декабре 2016-го в турнире «Войнаш Глобов-56» во Владивостоке потерпел первое И на данный момент единственное поражение в карьере от Мангеля Малькао В реванше Владимир уверенно выиграл технический нокаутов После чего было еще 2 успешных поединка и первая встреча с Магомедом Исмаиловым, где была зафиксирована ничья Затем было еще 4 выступления Минеева, но соперники были не такие статусные, как у Исмаилова За исключением, конечно же, Дурьяна Ермекова, в бою с которым Владимир и стал чемпионом АМС Fight Nights А так были побеждены еще Диего Диас, Милаш Костич и Артур Пронин Итого 15 побед, одно поражение, 10 побед нокаутом, 3 победы приемами Сборы традиционно в Дагестане под руководством Расула Магомедалиева Помогали также Муслим Магомедов, Наструдин Наструдинов и Расул Абдулаев Расул вообще, наверное, главный партнер Владимира Минеева Слово Александру Загорскому Дорогие друзья, займите, пожалуйста, свои места Мы начинаем, начинаем с самой ожидаемой боекуда Итак, уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали АМС Fight Nights с гордостью представляет вам главное событие вечера Пятираундовый бой за титул чемпиона в среднем весе Главный судья Юрий Патман, судью клетки Фарид Нагаев, Ахмед Пайсултанов, Иван Максачук Ваш судья-хронометрист Тигран Чейтян И со звуком сирены, ваш рефери Керихан Шипилов Итак, дамы и господа, на трибунах Миллионы фанатов смешанных боев во всем мире В прямом эфире сред-арены икорной зоны Красная Поляна Главный бой вечера, бой за титул чемпиона АМС Fight Nights Представляем вам соперников и первым бойцам в синем углу клетки Претендента на чемпионский пояс Ему 35 лет Рост 175 сантиметров Вес 84 килограмма ровно Профессиональный рекорд 17 побед Два поражения при одной ничьей Дамы и господа Он чемпион мира по боевому самбо Чемпион Европы И чемпион России по ММА Из Москвы Претендент на чемпионский пояс Достойный сын дагестанского народа Магове Лысый хищник Исмафила А вот и его замерник красному углу клетки Обладатель чемпионского пояса Ему 31 год Рост 186 сантиметров Вес 84,4 килограмма Его профессиональный рекорд 15 побед Только одно поражение При одной ничьей Дамы и господа Он четырехкратный чемпион мира По кикбоксингу По четырем различным версиям Чемпион Европы Обладатель Кубка России по тайскому боксу И действующий чемпион АМС Фанкт-Айс В среднем фете Дамы и господа Из Ульяновска Встречайте Владимир Волшанин Пинч Пинч Магомед Магомед Так, парни Строго выполняем правила Внимательно слушаем И пусть победит сильнейший Пожали руки По углам Вашему вниманию Главное событие Турнира АМС Файт Найт 105 Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова Реванш Оба бойца Рвутся в бой И рефери Грихан Шибилов Дает отмашку Поехали Пять раундов есть у этих парней 25 минут На явление сильнейшего Просто сумасшедшая атмосфера Царится в Сочи сейчас Пока без ударов Очень много движений Исмаилов занимает центр Прессиндует Как это было и в первом поединке Первая попытка достать Минеева Но Минеев Контратакует Какой же нерв у этого поединка Широкая стойка у Владимира Минеева Оба провели огромное количество времени в Дагестане Титаническая подготовка и у того и у другого Попадает здесь Магомед Исмаилов Да, достал джебом И здесь, конечно, вопрос Как распределить силы здесь Исмаилов В этом поединке Потому что в прошлом он потратил очень много энергии В первом раунде Пока все без борьбы Сохраняет дистанцию Пути с большим трудом Владимир Минеев Активно перемещается Продолжает Магомед Исмаилов Прессинговать Всего минута позади Сколько их еще будет Точных попаданий Вообще нет пока Минеев ждет Когда же Исмаилов пойдет на него Не достает Минеев Но и промахивается тут же Мага Тот самый случай Когда нет ударов Но бой смотрится Вот как надо делать шоу Поджимает Магомед Исмаилов Все пребывают в невероятном напряжении Оно просто висит в воздухе И все ждут первой атаки Ревет публика И гонит бойцов вперед Болельщиков хватает И у того и другого Точен был сейчас Владимир Минеев Но и достал Магомед Исмаилов Боковым ударом Хорошее попадание от Минеева Да и вообще вся комбинация Просто прекрасно На уклоне здорово Ушел чемпион Да Владимир защищает сегодня трофей В категории до 84 килограммов Один из самых конкурентных весов Вообще В мире смешных единоборств Но Исмаилов сказал в интервью Что этот пояс его не интересует Его интересует именно реванш Да Этот бой Наверное На другом уровне находится просто Поджимает Поджимает постоянно Магомед Исмаилов Лоу-кик И уже даже видно Что Магомед Совсем иначе проводит этот бой Попытка прохода в одну ногу Есть тейкдаун Докручивает Магомед этот прием И оформляет первый перевод Что будет дальше Итак, смотрим Вот он, пояс красавицы Прямо здесь находятся спортсмены Сохранит ли прописку этот пояс Или обретет нового владателя В предыдущем поединке Магомед в первом раунде Дважды отправлял Владимира Минеева На канвас Один раз с помощью Амплитудного броска Но Минеев тогда Выдержал этот натиск Высоко работает ногами Владимир Минеев Посмотрите Там еще и ногу прибрал Пытается развернуться Сейчас Магомед Исмаилов Да, ногой здесь атаковать не стоит И тем более в затылок еще Попадает ударами Сейчас плотными Магомед Исмаилов Показал, что на секунду был потерян Да, Владимир Минеев Близок к тому, чтобы взять на распятие Исмаилов соперника Полторы минуты до конца Выходит в боковой контроль И здесь можно локти включить Магомеду Отключает причем руку Отличный замок Внимательно смотрит Хабиб Нурмагомедов Поднимается и начинает советовать Что от Исмаилову Слышит ли его лысо-хищник? Сомневаюсь Магомед по-прежнему контролирует Минеева Но Минеев плотно держит руку Чтобы Магомед не мог нанести удар Почти выбрался Используя сетку Волжанин Грузит, грузит корпусом Один удар И есть уже рассечение у Минеева Который может и увеличиваться От раунда к раунду 50 секунд до конца первого раунда Еще один локоть был Все-таки зашли в борьбу Как и предполагалось многими Да, но при этом Весьма экономно все равно Действует Магомед Исмаилов Совсем не так, как это было В предыдущем бою Еще на попадание Очень тяжело приходится Владимиру в этом раунде Пытается развернуться Минеев Ему это удается Занимает тут же позицию Маунта Магомед Исмаилов За 15 секунд до конца раунда Чистых ударов пока нет Вот это да Магомед Исмаилов вообще был близок До срочной победы Уже в первом отрезке Полный маунт Несколько ударов Они не очень сильно получают Перерыв То, что он действовал весьма экономно Ему удалось провести тейкдаун Контролировать соперника На конвасе и наносить удары И он безусловно этот раунд выиграл Что будет дальше Узнаем Но явно Магомед Исмаилов Сделал поправку На то, чтобы сохранить эту энергию На протяжении боя И быть уверенным в том Что она его не покинет А кто знает Может быть все-таки Опять придется считать очки И в начале нашей трансляции Камил Гаджиев Отметил, что ничья все-таки возможно Но в этом случае Пояс остается у его обладателя Таковы правила Второй раунд Начинается прямо сейчас Смотрим Воддавливает центр И подостает Погомед Ивутором Да, повело сейчас Владимира Минеева Магомед Исмаилов увеличивает По корпусу Минеев будет биться до конца Мимо Еще одна атака на скачке От Исмаилова Попадает по корпусу Норошая комбинация И тут же проход в одну ногу От Исмаилова Будет борьба или нет Накадывает корпусом И буквально скопкал сейчас Магомед соперника Продолжает свою атаку На гуне попадает Волжанин Занимает позицию Бокового контроля Магомед Исмаилов И опять же Будет включать локоть Здесь Нужно отключить ему руку Как быстро Занял позицию Исмаилов Получается, что У нас есть повторение Сценария В определенном смысле Два раунда Тогда тоже Владимир отдал А потом начал выигрывать Да, но при этом Во втором раунде Уже Исмаилова В конце Стали покидать силы И это было заметно Сбоку работает По-прежнему Магомед Исмаилов Он не стремится К полному маунту Пока не отключает Руку и на коротке Пытается атаковать локтем Снова позиция Бокового контроля Атакует сверху Исмаилов Высоко ногами Отработал в свою очередь Владимир Есть Здорово И очень быстро Отключает Исмаилов В конечности сопернику Он близок к распятию Вы посмотрите Тяжелейшее положение Вновь У Минеева Невероятный контроль Показывает нам Исмаилов Впрочем, другого мы и не ожидали Исмаилов Атакует сверху Но Минеев Все еще в игре Много чего говорил Магомед Исмаилов Перед своими боями Но перед этой встречей Перед этим реваншем Он отмечал Что он будет Естественно Будет бороться Убывать на свою Сильную сторону Отдает спину Минеев И обратите внимание Минейев Выскакивает Можно бить Можно бить отсюда Работа у сетки Минейев Хорошо Магомед Исмаилов Сказали не даст Не даст соврать Эту фразу Онли-бизнес От Коннор Тоже все из вас помнят Там колено было Хорошая со стороны Исмаилова Но поднимается на ноги Минеев 40 секунд до конца раунда Очередная попытка Провести тейкдаун Стягивает вниз Исмаилов И боковой удар наносит Но ложится на все Что не получилось Хайкик от Минеева Да Устал Владимир Он отбивается Отстреливается А Исмаилов Опять идет в борьбу Видно что и силы Магомеда Также стали покидать Да Он проседает И возможно мы увидим Еще три раунда Кто знает Последние секунды Отрезка под номером 2 Впереди еще будет 15 минут Этот бой держит По-настоящему Ответ Усику и Юрия В определенном смысле Ну и вообще Всего мира бокса Отдохнем Ну что ж Сейчас главный вопрос Сколько сил осталось У Магомеда Исмаилова И готов ли он вести Поединок в том же темпе Да Эти двое Умеют давать И публику до истерики Поехали В правосторонней В правосторонней стойке Работает Магомед Хайкик от Минеева И тут же лоу-кик Ну что Вот он перелом Начинает перебивать Или нет Владимир Минеев В предыдущем поединке И тогда Исмаилов Владимиру подобрать темп И апперкот от Исмаилова В предыдущем бою Атаку Владимир Размашка атаку от Исмаилова По корпусу пропускает Сил действительно не так много Вновь точен Владимир 3.30 Достает передней рукой Магомед Снова обмениваются Снова стоят Хайкик от Минеева Буковой Зацепил Магомед Да Здесь отстрелится И еще один Хайкик Как же хочет правой ногой Все закончить Минеев И боковой удар От Магомеда Исмаилова Из последних сил Мидл-кик От Владимира Минеева Попал Магомед Но вкладываться Уже не получается Руки Залились свинцом Может ли Минеев Взвинтить темп Кажется что да У него открылось Второе дыхание И психологическое преимущество Сейчас на его стороне Да Все понимают Что у Магомеда Исмаилова Огромное количество мышц И они нуждаются В кислороде Постоянном Именно поэтому Ему тяжело Сейчас приходится работать Он очень много сил Потратил на борьбу Хотя и сделал Определенные Изменения в тактике Исторический момент Середина боя Зафиксировали И смотрим дальше Спасается В попытке прохода В одну ногу Магомед Исмаилов Пока этот раунд Забирает Владимир Минеев Здесь никаких вопросов Грузит сверху Как же много было Разговоров О четвертом отрезке И что именно в нем Все закончится Но здесь есть еще время Вцепился В левую ногу Магомед Исмаилов Здесь очень много Пространства И отсюда можно Наносить удары Магомеду нужен Тейкдаун Ему бы остаться Сейчас Хотя бы в позиции Гарда Сверху Атаку он пропускает Поднимается Исмаилов Как Пеникс Просто И начинает Атаковать Сил нет Мы видим Что нет сил На взрывную Атаку Подхватывает Ногу И есть Тейкдау Уже У сетки Тейкдау И сил нету Исмаилова Исмаилова Подбежит Урона Много Гемотов Проиграл Первый Потом Проиграл Второй И все Изменил В третьем Раунде Достоин Вечной Славы Тот Кто сам Ее Принять Готов За пепел Прасчуров Своих За храм Своих Богов Это Гораций А это Владимир Минеев Шоу Получилось Кто ли Еще Будет Напоминаем Завтра Александр Слименко Артур Гусейнов Также На Матч ТВ Но если Еще не Все Приводят Себя Магомед Исмаилова Будут Обязательные Слова Срочно Врачей Об Клетку Что-то Происходит Приводят Чувства Магомед Исмаилова Он Пока Лежит Да Он Не Пришел В себя Еще Заявляются Врачи Становится Тревожно Там Размахи Полотенцем И мы Надеемся Что Все-таки В сознании Как Исмаилов Кислородная Маска Кажется Ее Начинают Применять Врачи Сколько здоровья Оставили Владимир И Магомед За эти два Поединка Будем надеяться Что Магомедом Исмаиловым Все будет В порядке Врачи Уже Там На месте Да Это соперничество На грани Человеческих Возможностей В прямом В смысле Слово Это жесткий спорт Это смешанное Одиноборство И что Может Вообще Сравниться По уровню Эмоций Которые Вы получаете При просмотре Подобного Рода Зрелищ Нет слов Нет слов Нет слов Друзья Одни эмоции По прежнему Лежит Магомед Исмаилов А повисает Это Пауза Множество Поединков Сегодня Мы с вами Посмотрели Большинство Из них Закончились Досрочно Как же Все Лихо Закручивается Категории До 84 Килограммов Владимир Внимательно Следит Что там Происходит Да Противостояние Минеева Исмаилова Закончилось Вот так Исмаилов В сознании Да Пришел в себя Владимир Выиграл И сохранил Пояс Хотите ли вы Видеть трилогию Задайте этот вопрос Сами Может быть Просто Огромное спасибо Скажем Владимиру И Магомеду За шоу Которое Они устроили За историю Которую Они написали За эти три года За все те слова Которыми Они пикировали В интернете И не только Самое интересное Что все-таки Магомед Исмаилов Сделал определенные Поправки Он не так Рьяно Проводил этот поединок Он экономил силы Он проводил Тейкдауны Атаковал сверху Но мы не видели Прежнего Магомеда Исмаилова Которого Привыкли видеть Когда он Просто Сносил соперников Когда он Выбрасывал Огромное количество Ударов Переводил в партер И тратил И тратил колоссальное Количество сил После первого поединка С Владимиром Минеевым Он преобразовался В новую для себя Форму Но сегодня Эта тактика Не сработала Магия Владимира Минеева Она до сих пор Не разгадана Для Магомеда Исмаилова Он говорил После первого поединка Что что-то Явно пошло не так Что Он допустил ошибки И сегодня Вроде бы Он эти ошибки Искоренил И это было видно Действительно Тем не менее Закончилось Все именно так Как закончилось Хотелось бы Конечно Услышать Магомеда Исмаилова Не знаю Будет ли это сегодня Но когда-нибудь И что он скажет По поводу этого боя И как он себя чувствовал В момент остановки Да Была улыбка На лице Магомеда Исмаилова Владимир Помогает Подняться Магомеду Браво Браво Исмаилов Браво Минеев Этот бой Возможно Побьет рекорд По просмотрам Просьба Раступиться Должны объявить победителя Стоять нет сил Давайте победителя Объявляйте Вот сюда Космагед Скажем Что это будет Лебед Ничего не скажешь Эй Замолчила Да Серьезная гематома И глаза почти закрыты У Владимира Итак Дамы И господа Время остановки боя 4 минуты И 41 секунда Третьего раунда Техническим нокаутом Одержал победу И остается Чемпионовая Семпионовая 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 Это первая защита Есть такая поговорка Да Что чемпион Становится настоящим Чемпионом После первой защиты Но Вот после такого боя И такой защиты И такого реванша И своего принципиального соперника Да И своего принципиального соперника Дамы Минуточку Внимание Пожалуйста Я инферид Я инферид Я инферид Я понял Я понял Ребята Я понял Я понял Я понял Ждем мы слова от участников главного боя «Собни Райм Симпайт Найт» 105. Причем Магомед Исмаилов попросил слова. Если силу Магомеда на то, чтобы говорить. Алло, Алло, Паша, друзья мои, братья, друзья мои, послушайте меня. Эй, эй, послушайте, так, отпустите меня, пожалуйста, ну что вы, послушайте, эй, я его не уважаю как человека, одну секунду, но он крутой спортсмен, смотрите, я, это не значит, что я не уважаю тебя по жизни, есть вопрос, который нам надо закрыть, ты согласен? У меня есть обиды, я хочу тебе отзвучить, но я сегодня был хорошо готов, я был хорошо готов, и он отлично проявил себя, ну вот честно. Отличный спортсмен, просто бомба. Уважуха тебе. Так, я не умею проигрывать, не умею, я даже в Соне, когда играю, джойстик ломаю, я себя проигрую. Ну, что есть, то есть, если бы я выиграл бы сейчас, я благодарил бы Аллаха, сказал, хвала тебе за эту победу. Сейчас я проиграл, и я говорю, хвала тебе, о Господь мой, за этот вечер. Не важно, что сейчас произошло, ты засранец, но я тебе выражаю сегодня уважение. Держи, 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 держи. Я сейчас обнимаю спортсмена. Хорошо. Спасибо вам всем. Извините. Как есть, так есть. Всем вам благ. Сегодня лысый хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но это не значит, что я буду себя чувствовать. Не буду себя чувствовать победителем. Всем вам благ. И отойдите. Снимите его крупным планом. Последний удар за мной. Дамы и господа, аплодисменты. Магомед Исмаилов. Человек, который сделал сегодняшний вечер. Вова, этот вечер так долго все ждали. Дамы и господа, действующий чемпион AMC Fight Nights, Владимир Минеев. Всем привет. Всем привет. Спасибо всем тем, кто собрался сегодня в этом зале. Мне по секрету сказали, что билеты стоили немалые деньги. Потом не говорите мне, что я любимчик Fight Nights. Проигравшим дали слово первому. Это, конечно, нонсенс. На самом деле, я выражаю огромную благодарность Магомеду Исмаилу. Я не разделяю как человеку или как спортсмену. Мы сегодня сделали вместе это шоу для вас. Я бы хотел извиниться перед его семьей. Я знаю, она здесь в зале. Даже как-то неловко, что вот такое произошло у них на глазах. И, знаете, я бы с удовольствием повторил. Так что, Исмаилов... Пусть сегодня последний удар за тобой, но мы можем это исправить. И да, спасибо тебе. Я сегодня выгляжу еще лучше, чем в тот раз. Передаю привет своей семье, моей маме, моей любимой жене и всем тем, кто сегодня смотрел и поддерживал меня издалека. Спасибо вам. Спасибо моему клубу. Спасибо моей родине. И всем тем со всех уголков нашей страны, необъятной родины и всего мира, кто сегодня смотрел и поддерживал. Всех тех бойцов, которые сегодня выступали в этой клетке. Всем привет. Ассалм аликум. Всех обнял. Спасибо моему клубу Universal Fighters, Велес. И лично губернатор Ульяновской области. Спасибо большое, друзья. Владимир Минеев. Дорогие друзья, напоминаю, что буквально через 15 минут прямо здесь состоится пресс-конференция с участником главного поединка вечера. Уважаемые любители единоборств, вы все видели своими глазами, вы все слышали своими ушами. Это был большой вечер в Сочи, на Красной Поляне, на Ред-арене. Владимир Минеев сохранил пояс чемпиона средневесовой категории. Мухаммед Эминов сохранил пояс в полулегком весе, а в полутяжелом теперь новый король Вагаб-Вагабов. Это было невероятно, это было круто. Желаем вам всего хорошего. Любите спорт. Он действительно ответит вам взаимностью. Всегда ответит. Вместе с вами поиск смотрели Алексей Володин и Дельвейд Кучешвили. Смотрите телеканал Матч ТВ, болейте за наших ребят, не забывайте заниматься спортом и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok